привет 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 господа и дамы с вами как обычно морж и это пятая серия моего прохождения метро exodus вчера извиняюсь не смог выложить видео занимался вторым каналом занимался пес ну а сейчас продолжим кстати хотел сказать спасибо возможно моему подписчикам может быть не подписчику просто хорошему товарищу тёме шмидту он написал меня в личку дал совет как исправить лаги точнее дал ссылочку на статью вот поэтому я надеюсь я надеюсь что сегодня будем без подлаги воде будет все нормально в общем в общем надежда есть так значит где по сюжету я остановился самому бы вспомнить встретился с крестом и сейчас мне нужно рулить на аврору кстати почитал чуток в интернете оказывается аута дверь куда я не мог попасть для которой мне нужен был бензин как я не попал то четко шутбан стрелял между патронов вообще вафля короче там где нужен был бензин там канистры лежит совсем рядом вот я просто ее провтыкал заметили заметили а кто заметил это что за ебало это что за покемон там пикачу да что за разряды молнии поэтому давайте сначала наверно прежде чем идти на аврору я вернусь на остров схожу возьму найду эту все-таки грёбаную канистру вот и потом уже потом уже потом уже почапаем коврори так как я сюда приплыл то по моему на лодке вот отсюда откуда-то я приходил а тут я убьюсь нахер что за молнии летающие что-то мне нравится блять вашу же маму вашу же маму что за херня это шановый партийный какой-то блин мы тогда не так не договаривались вау за мной сволочь рулят ладно валим отсюда нахер будет потом буду разбираться что это за молнии с чем их хавать и как их убивать вроде вот здесь я проходил да по вот этому талому льду надо добраться до скроенной там явно что-нибудь хорошая да кстати и все мол не отъебалась издану скажу я вам так давайте откроем рюкзак что у меня там вообще по ресурсам надо что-то крафтить потому что у меня не патронов не аптечек ничего аптечка собрать 20 этих штук ну блин ладно две штуки соберем патроны патроны вот это вот важнее остальные шарики блин нет не нужны местные шариками именно патроны нужны на автомат наверное ну переключайся чем не переключаешься что-то она не хочет переключаться но это улучшение оружия хорошо как насчет крафта я не могу что ли крафтить патроны только стальные шарики пред лучше банальный уже мог крафтить ладно хорошо хоть сколько то потому что я вообще без потрошек сейчас будем с этой дрочилкой как она мне не нравится еще надрочить то надо и кто-то кто-то будет так сейчас так я на нужном острове хорошо погнали погнали значит мне сказали штамп в траве где-то это канистра рыбаков нет уже а так чтоб я я где-то здесь здесь где-то она и должна быть давайте искать где-то тут ее про втыкал вот она что ли но она не очень в траве как-то есть чуток нормально нормально вот и нашли какие в первый раз пропустил я вообще не совсем понимаю ну заливает блин еф на нашу сейчас в этом бункере еще кучей ебак не было хер его знает с моей это пулял кай тут либо по головам бить либо либо умирать героической смертью другого не дано третьего вообще не дано ну что как насчет открытия эта дверка как не работала так и не работает вот это нужно работать забавно смотрится такой электронный замок ну типа хоть под каким-то электричеством в разъебанной халупе я бы хоть по-честному просто бы стенку он здесь у пробилась мне туда ну внутрь нужно было так какая-то херня щепа спать как бы надо наверное потому что ну верстак на велосипеда в итоге то что здесь такого прям хорошего что я сюда ломился ну выход на крышу ладно тут вроде ничего этому тут улучшение хотя бы какой-нибудь будет ну не знаю какой-нибудь противогаз модные не говорили карахута техническую штуку где она грибы вижу технической штуки не вижу тут нельзя обыскать вроде нет наверно здесь привет товарищ что что ж ты сюда ходил книги метро 25 опять реклама о 4 патрона больше вроде ничего как те техническая штука то я судя по всему во вторую дверь надо как нее попасть я это кстати не прогугливал я только узнал где канистра и канистра и все может где-нибудь переключить надо не знаю электричество чтоб она начала подаваться на ту дверь как ее включить а то что на закрытая понимаю ну блять но щиток провода ни хера не понимаю колесо какое-то да теоретически вот там может быть вход где-нибудь через верх но там вроде нет лишь посмотрел вроде как тут тут я смотрел дать тут ничего просто поломанная холубка здесь я могу спрыгнуть вниз ну как бы смысла это не имеет это вот верстак где велосипед здесь если бы был где-то проход нету тут прохода нигде блин ну пусто сюда я не могу пройти потому что артём настолько хилы что не может блин тканевую херню отодвинуть может здесь куда-нибудь а ну вот сюда я смог пролезть окей наверное или нет ну давай залазь артём судя по всему не смогу но здесь тоже ничего нет как же сюда попасть а как бы не хочется уходить не зайдя в эту фигню мне интересно что там можно трубе что есть я сюда не пролезу вода труба ребят у вас не особо рабочая ладно 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 кстати 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 мне же сюда еще свалить надо вон моя лодка хорошо карнали наверное я все нашел то что нужно было а сюда я не знаю как попасть или может поспать здесь же эта кроватка есть и по дню уже тогда попереть где-то вход вот здесь мужики дома нет никого дома нет ну ладно давайте посплю ну и так попить из фляжки наверное стоит попить кстати лагов не замечено пока это очень даже меня радует не поспать до утра грязный матрас чужая халупа артём нельзя так там за тебя наверно волнуется вообще женщина паникует дробовик лампочкам да судя по всему патроны подобные штуки типа калаша или еще чего то можно делать только на верстаке сюда эту канальные шарики могу делать у одна лодка вторая лодка вон блин это ебака плавает чувак мне не к тебе мне а куда меня у тебя тебя только не халай пока сейчас секунду я карту посмотрю я мне туда понятно мне вот давай 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 я за тобой не хочешь меня атаковать правильно а у валим 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 кстати как я понял из этой вышки я не смог съехать потому что у меня не было этой как он называется кошки мне ее крест дал и типа кошка кошка я уже могу съезжать со всяких вот таких вот штук я сюда просто типа рано пришел походу ну почти в причал почти попал надеюсь здесь бандиты не распится то а то постоянный отстрел кучу супостатов меня как-то не особо радует артём ну давай жми жми педали слишком уж ты медленный какой-то прям очень белый труп да судя по всему выносливо здесь тоже есть но могли бы хоть как-то обозначить по-честному ну как там чтобы контролировать а то в нужный момент не получится свалить столько а куда о чем не требовал блин крестик до сих пор там сами нет связи а что я что-то пропустил сани нет связи она конечно может поставить за себя и получше многие из нас так что волнуйся пожалуйста но все равно не могу просто отправиться дальше по своим делам если она может быть в опасности конечно местные люди животные представляют особой угрозы но все равно чё-то по ходу я какой-то квест пропустил судя по всему моя баба шила в жопе опять влезла в какую-то залупу как бы она и не мудрена жопа то есть а мозгов то нет и тут нужна лодка дам господа 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 так с тобой стреляться не хочу блин эту бабу выручать но еще и лодка нужно чёшь меня туда занесло блин чё здесь там были четыре лодки брошена у меня здесь ни одной нехорошо давайте смотреть по сторонам может где-нибудь лодочка завалялась вроде то спасибо еще раз тема шмидт действительно помогло сейчас я никаких фризов не ощущаю графику я снова вернул на экстрим то есть выше чем ультры мир как видите все замечательно все за меня это что тут по всем берегам а чем вы питаетесь блин в этой реке как вообще с этой хреновой рыбой живете оба сожрала уже давно всех не вон моя какая то что за миграция чего не все сюда плывут ребят у меня патронов мало давайте давайте лесом если шо я вас веслом отаварю блин еще и эта хрень летает что-то тут многовато врагов блять они еще и плюются сука на таран на таран где эта тварь сейчас мы ее лодочкой приложим давай давай мразь понятно ну нормально вот так напихал жабана и все равно где еще кто сука валите сюда надо меня реально захавают 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 давай гриби артем жить хочешь или как похер на этих плевунов как бы моторчик далее опять плыву кресту блин да в принципе можно как бы залезть на вышку и затариться патрончиками по крайней мере там верстак есть с другой стороны это долго это долго у меня есть анальные шарики я ими всех буду запуливать если вот эти твари сейчас меня на таран сука успел блин за что-то цепляюсь за что-то я цепляюсь там еще этот сон плавает тассом судя по всему не такой сон перерос так от типа как в припяти в припяти метра по два самую и типа говоря даже не особо радиоактивные все-таки да конечно не особо просто сам и просто так совпало что ну вот я его вроде как протаранил но моя лодка прошла сквозь сквозь урода весел блин тут еще и тинки что-то подпрыгивают что тут вообще происходит что-то меня реально ощущение что игра не просто забавована забавом она по самая не хочу ну так нельзя же ребят вы типа выпускаете триплей проект ну ну куда а у вас все работает через одну знакомую всем часть организма спускался аптечек погнали погнали что-то жмурик что можно баск а я поджог что-то ну поджог это ладно хорошо спалили здесь здесь пусто есть по моему вот здесь вот вниз надо я спускался и как раз я выйду на место где мою телочку то и потеряли да правильно отсюда я начинал он этим и бакин надо как-то короче как мышенька пробираться потому что блин патроном патронов реально херня и воевать и баками еще и эта хрень просто на сбывается анальными шариками я как-то не особо намеренно ребят вы не хотите там ну не знаю пройтись куда-нибудь другую сторону и ладно минус и живая еще вроде все 16 шариков блин я думаю просто может быть не мучиться через какой-нибудь артмане ломануть на эти материалы по крайней мере ну реально блин патронов не хватает хотя так так как бы и будет и неинтересно не буду взламывать я же честный геймер на это хрен еще постоянно сдувается и чё флаг сша тут чё штатовцы взялись открались ой потрались и баки минус сейчас уже даже не патрона напрягает это шахты вообще понты патроны тоже дрочилка сдохла валим нахер валим нахер зараза слава богу в родном пистолете бред был патрон да конечно так если дрочилка сдыхает самый ненужный момент последняя аптечка как я понимаю шально американский флаг прикольно прикольно какие-то корни так тут все назрочили такс да явно мне вот в это заведение хрен его знает кто тут живет давайте смотреть какой-то обрезище огромный что это вообще такое давайте посмотрим один патрон всего не а двух двухстволка а типа вот я что его взял и и все хорошо и у меня три четыре оружия где тут оружие меня его взял вместо калаша блин калаш то получше обрез это конечно хорошо за на на обреза то есть патрона поспать наверное больше ничего за шлем выключить кассета давайте слушать крест опять Играет музыка. Может, что интересное есть. Перлодки однако не добраться. Ну, может, позже соброшу. Ну, в общем, идет ждуха. Но пока все. Наверное, разберу я, короче, патроны на обрез, потому что, блин, как же мало дают они ингредиентов. У мужчин ингредиентов нет. Ну, окей, это схоронную креста. А баба-то моя, дед. Господа, хорошие. Я же правильно по маркеру, не. Судя по всему, военный склад. Это американский флаг, военный склад. Патшот-то, короче, это должно быть связано. Антенна понятна. Люки. Ну, а где здесь вход? Ебаки, блин. А это вход? Ебаки охраняют. Тут, похоже, похоже на вход или вон вход. Нет, нет. А тут? О, баба, привет. Я тоже упал. Короче, тут какая-то химия. Но на нее противогаз-то на день. О, молодец. Как мне нравится ее противогаз. Лоб открыт, боковиды открыты. И, конечно, он спасает химии. Прикай прибалдела, баденка, короче. Ну, и как бы я тебя одного. Как же приятно без лавок. Такашля, кашляй. Только не блюсь противогаз. Это не очень прикольно. Так, что там не за меточку какую-то добавить. Давай смотреть. Саня, нет связи. Она, конечно, может быть. Так, слава богу, Анна жива. Но нужно скорее вывести ее на чистый воздух. Она, похоже, успела надышаться каким-то газом, пока лежала без сознания после падения. Хорошо, я вас понял. Но, судя по всему, выход не здесь. Судя по всему, выход это куда. Блин, как же мне дробовик-то тут бы приходился. Ага, стани взрывоопасно. А то я сейчас пизданул вместо вместе с Айсаней и со всем этим буткером. Про него, походу, крест и писал. Так, лучше фонарик, наверное, все-таки прячем зажигалку. Заперто. Заперто. Хорошо, противогаз меня. Сигнализируешь, что скоро надо менять фильтр. Ну, понятно. Нет, вряд ли в этом магазе будет кто-то жить. Хотя, зная метро тут какая-нибудь тварь по-любому может. Окей, здесь можно выбить. Отлично, отлично. Ногой. Ну, а что? На весной замке на некоторых дверях можно разбить. С одного шарика ушел. Лучше перезарядиться. Калаш, гляньте, нифига себе, целый. Не как у меня раздолбаные. А стоп оставили, это нормально. Так, 50 минут, 50 секунд, 20 секунд по противогазу. Это тоже надо не забывать. Потому что задохнуть нахрен. Давайте сменим фильтр. И откроем рюкзачок. Судя по всему, я свой калаш смогу привести в порядок. Так, калаш. Легкая рукоять. Хорошо, замечательно. Ставим. И обойма. Неужели на 30? Ну, слава богу. Вроде все, вроде все. Калаш более-менее стал в теме. Он мне пригодится. Патроны у меня на него есть. Но пока буду услугивать. Дверь здесь явно ничего. Это тут тоже не открывается. Труху-то, хвостик, блин, арим, булите, какие-то. Ух, нифига себе. Нормально, в голову попал. Один патрон нашел в голову, а значит все хорошо. Потому что сейчас бы стрелять по телу этой ебаки в замкнутом пространстве. Удовольствие, мягко говоря, мало. Собираем ребочки, потому что ресурсов ни хера нету. И давайте смотреть, судя по всему, здесь эти товарищи могут еще быть. В голову попал, попал. Блин, затем заряд заканчивается. Вот и закончился заряд. Так, хватит, отойдет меня. Избежать же некуда, блин, замкнутое помещение. Где коллаж? Где коллаж? Минус. Нормально, вот очередь закончилась в жбан. Поменяй меня. В очередь, суки, суки. По-моему, надо лазерный перцел снимать. Он, короче, он вместо крестика висит, крестиком удобнее. Такс, ладно, с этими разобрались патронов опять голяк. И что делать дальше, фиг поймешь, фиг поймешь откуда. Тут, блин, хоть дроб где-нибудь заложили. Ну вот, сектанты чём. Ага, вот коллаж у него есть. Ну хоть какой-то дробь, один патрон блин. Ну ладно, 11 было в рюкзаке. Так что прощаю. Хрень, давай зажигаем свет. Так, отсюда я пришел, вроде да, я проходил. Так, вот отсюда я пришел, и потом я шел. Или отсюда я пришел. А-а-а, понятно, понятно, все с вами. Ты меня не увидел, давай сделай вид, что меня не увидел. Так, вроде же голову попал. О, теперь попал. Вроде, вроде, вроде. Давайте быстрое сохранение сделаем. Да, собираем всю эту херню. Ну туда я хрен смогу пролезть. Это ж явно, ну такая короче, скриптовая нора от тебя не должна вылазить. Та ты-то тут откуда взялся, блин. Что у меня по патронам? 10 плюс 3. 13 патронов. Ну такое себе. Такое себе удовольствие. Есть труп. Патроны на калаш. Это замечательно. Это очень даже хорошо. Какая-то хрень. Надо, кстати, калаш перезарядить. Короче, надо лампы зажигать, чтобы понять, где я был, а где меня не было. Да, шо, опять противогаз, блин. Да, короче, надо лазер снимать с калаша, потому что это не дело. Не видно ни хера. Выход, ну выход. Здесь я был, лампа зажжена. Ага, это я, этот я, судя по всему, прошел по кругу. Ладно, идем по трупам. Выход, выход. Там есть, она мне сигнализирует выход. Кто это написал? Или, так совпало, что выход тогда и выход сейчас, это два одинаковых выхода. Так, пусто-пусто. Вмеж там женщина умирает. А я вот хожу. Останется у нас одна бабенка, которую мы от этих отсекционеров спасли. И что делать будем? Так, 12 секунд. Ага, это дверь, которую я открыть не мог. Судя по всему. Здесь как. Она к чему-то подключена. Теперь, что нужно найти, дать электричество. Ну давай. Если крест, мы считаем, что это военный склад, что это нифига не военный склад, где оружие, где еще что-нибудь подобное. Я бы не отказался. Ага. Вы откуда взялись? То есть раньше вы не могли прийти, да, пока она тут отваливалась. Надо полковнику сказать, чтобы ее нашли. Ага, я прям целый дверь открыл. Давай, женщина. А то меня собаки постоянно за левую руку кусают. Куда я бести, да? Вообще. Я откуда знаю. Складно или как это могильник. А майку может местные повесили, что-то подарочное. Спасибо, родной. Да, пожалуйста, пожалуйста, отработаю. Что, Артем? Хватаем и понесли. Так она стоит. Я сама. Вот-вот. У нас спина не казенная. Сижу с пару минут и двину. О, у него РБК. А что, ствол светится? Его доченька. Что-то приключилось. А у тебя число светится. Ну, пошли. У меня батарея в рации сдохла. Промочила ее. А так все в норме. Артем, и ребята тут. Хватит, пока не пиздят, сниму присыл скалашникова. А это же я могу по жопке похлопать. Если что. На хрен лазят. А что не стелешь? Честно. Короче, полковник не настроение. Само его уговорить. Это вон, красота снасти. Да вот что, тупой, блин. У нас баб нет. Нормально все будет. Я пошел. Все нормально. Да я особо и не волнуюсь. Он с тобой будет бурят и я американец. И два иностранца. Два в одном. Трупы трупы. Ебака. Так, а у меня стрелялка не надрочен. Блин, хорошая, конечно, штука. В принципе, если бить по головам, но вот это постоянно то, что она сдувается, это не очень классно. Да и урон по телу, мягко говоря, слабенький. Так, вон паровоз. Я здесь поднимусь. Снайпер. Третий же шарик в жбан. Интересно, в жопу они так же хорошо валят. Они же анальные. Ну, пошли разговаривать, что там. Батя, Артем, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целехенький вагон найти. Представляешь, надо что-то делать. Песня, мускай, баста. Будет все нормально. Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут свернушая еда. Обожная пахавая, а ребятка, то я что-то вообще ничего не енусь. Да все понятно, что уже баста рючет эту подругу. Ребенок, у тебя что все нормально? Придется прорваться, да и прорвемся, когда неизвестно, что там дальше будет. А тут кто? О, зайца, зайца убегается. И про мост я рассказала, что опустить можно его. Она приз надо брать. Мы на нем приехали. Он удобный, специально для долгой поездки готовили. Дядя Артем, возьмите нас, пожалуйста. Я буду себя хорошо учиться. И помогать буду. А если ты будешь хорошо себя вести, я тебя зайца. Я сам скормлю. Мы с чем-то их кормим. Не переживай, Настена. Дядя Артем с нашим командиром поговорит и все решится. Вот только херня, что дядя Артем неразговорчивый. Так что, ребят, можете собираться. Ура! Тише, доченька, так нельзя. Ну нет, дядя Мельник у нас самый главный. Но мне не дядя Артема, он очень уважает. Да, дядя Артем. У вас твой, блин. Ух ты, кстати, с твоим языком. Да куда там? Пост, оккупанты, трибунал. Ну ты в курсе. А тащить его как собирался, не? Ну типа без паровоза мы идем и сможем утащить вагон. Заберем, конечно. Не переживайте. Ладно, пошли общаться с дедушкой с железными ногами. Привет, Артем! Здорово! Есть что для меня новое? Спасибо! Не подведу. О, крест уже тут. Привет, алкаш. Привет, Артем! Видишь, как все сросло? Артем, подойди. Это что нахрен? Садись. Выброс, выброс! Как в сталкере. Садись, ну давай. Артем, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию мостов. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро и мостовики нас не остановят. Окей, спецоперация стелки, я согласен. В любом случае, чтобы эти мракобесы к себе не думали. Хотя от крови получат. Остается только дождаться по судебу торговца. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь! Степан, ты голову пробовал включать. Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа моих вовроне втеснем на ящиках с углем спать? Ну это ладно, по-спартански. Но женщина, да еще с девчонкой шестилетней. Как тут разместить? Патя, она приезд. Какой пати без приста? Она насхилит путь. На первом же дежурстве диверсионного вражеский диверсант зарежет. Все равно не за них оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем жены ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ну да, надо как бы интимуру. Что поставим? Аврору я туда не погоню. А таки похавать, не потрахаться, не дают. И не надо Аврору. У меня в терминале дрезина припрятана. Тащить, чтобы попался в асфальт. Честно с Артемом, мы за ней смотаемся и пригоним. А что с Артемом? Басту, вот бери, это его баба. Моя баба тут. И без детей, без прицепов. Ладно, черт, собаки со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Артем, займешься? Залейте хорован, бросай все. Прорваться через мост, основное сам знаешь. И этот шанс я не умущен. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о муках. Держи, Артем, это от резины предохранитель. Без него не поедет. А у меня кто-то спрашивает про внуков, а? А ты со мной собирался из конца в конец. Понятно, пойду я один судебный садилу. Из таких передрях меня вытащила. Артем, еще раз уж ты один получается в терминал. Охуенно. Чего хочу сказать, да? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бороться. А не тогда паночкам своим греются. Да бандюки как раз за меня не проблема. Там не прогулка будет. Из зверя много вылазит и молнии там жара не встает. Их тоже за демонов электрических держат. Так что ты по кумеку и сам. Ага, шаровые молнии с ней уже встречался. В связи в дозор от вас, все просто наблюдать. Связь там не важна. Одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные. Саня и Степана сговорились, небось. Да я за этих двоих девичьих ваших переживаю. А просто не факт, что здешние святошек хуже того, что нас ждет впереди. Да просто она тебя отфутболила и Басти, короче, решила. Я просто обидно. Ладно, пошли сходим. Ну дай мне брейд какой-нибудь. Наконец я все опустую. Как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты, и все остальное. Можешь тут оружие чистить, и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз, и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. То есть мне, короче, тут можно стволы сдавать. Ты сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю. Учитесь к оружейному делу настоящим образом. Не, ну хорошо оружейка, это хорошо. Хотя оружейка, тихаря, кое-что сделал. Попробую установить. Верстак свободен. Вот. Ну, это хорошо. Он мне какую-то апгрейдку дал. А тем более, для тихаря патроны легко делаются. Кстати, давайте их и сделаем. 60 штук нормальным. Что он тут мне выдал? Почистим. Наверное. И стандартная пневмосистема. Герметичная пневмосистема работает. Аналогично обычно. Не стравливая давление, если оно выше нормы. Ну, хорошо. Хорошо. Я готов. Маленький самодельный магазин 9 стальных шариков. 18 стальных шариков. О, вот это уже действительно хорошо установили. И это что? Тихарь самодельный апрельчик. А что мне делать? Что это вообще такое? Ну, хорошо. И что? Ну, тихарь, тихарь. Хрен его знает, что это такое. Ладно. На тихарь патроны есть. На калаш нет. И на пистолет все. Все печально. Калаш 31 патрон, пистолет 13. Тихарь 18 и 42 еще с собой. Ну, наверное, хватит. Надеюсь. Я ж не думал, что там прям не лучше жёпло. Спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятый. Жёпло бы было бы с нами. Ага, смотрите. Давление просто так перестало падать. Вот это классно. Вот это классно. Не благодарить. Кстати, хотела одну штуку попробовать. Я бы на тихарь лучше оптику поставил. А калашу панораму хранит. И вам их опа, спасибо. Да что вы. Не стоит благодарности. Ну, такая снял с калаша. Так, снять. А сюда поставить можно? А сюда поставили мишку, принесите, пожалуйста. Мелочку за этот его демон украл. Летающий, страшный. А они там живут. Мишку одевать, а там своему нёс, наверное. А я сильно по нему скучаю. Зайцем побегается. Хотела у тебя сказать, безмертно. Там ведь электрический демон. Демон тоже есть. Правда-правда. Они ночью появляются. Ай, понятно. Ай, мишку еще тебя искать. Ну, тоже страшно. Немного. Хорошо. Значит, рулим в терминал. Где крест спрятал дрезину. Терминал далеко. Вот тот вопрос, это, судя по всему, этот мишка. Ну, давайте двинемся. Ребенку мишки. Мишку искать все равно по дороге. Мне ничего не больше сказать. Я тебя так и не поблагодарила, как следует за то, что ты меня и стал. Ну, у нас типа как будет вагон поблагодарить. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Спасибо, любимый. Ты у меня недалекая. Ой, недалекая. Возвращайся и улыбку тянешь. И от радиации держись подальше. Что писька стояла, понятно. Может, в Гназе встретишь у него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Ну, что, ты мне еще сказать? Вон, вышка справа, видишь. Видел там, вижу. Я думаю, бандиты местные. За нами на блядь. Я туда уже ходил. Оттуда еще гитару было слышно. Блотняк-королик. Степан еще сходить, отобрать хотел. Что значит, над инструментом не издевались. Может, освободишь гитару от оккупации. Порадуешь товарищи. Блядь, мишка, гитара. Тебе что надо? Туалетная бумага, подорожник. Ох, е-мое. Ребята, вообще-то наблюдали, что... Постапокалипсис, как бы, что-то сожрать могут, да? У вас одного гитара, у другого, блин, мишку найди. Я там у бандитов уже был. Наверное, мне просто теперь нужно сходить ее забрать. Вряд ли кто-то сейчас будет. Хотя, если, конечно, рестнуться, это будет не очень весело. Никого нет. Ебака сидит на вагоне. Сидит. Хорошо. Потихонечку чапаем. Чтоб не так быстро, спрячьте оружие. А че? Ну, я нажимаю. Не так быстро выдыхаться. Ну, хорошо, мы побежали. Это полезный совет. Что, бандиты есть? Нету. Все тихо. Что это за звук был? Гитара, гитара, гитара. Где ее искать? На вышке, наверное. Тут товарища я спас. Тут нет. Блин, опять где-нибудь будет лежать в таком месте. На самом видном месте, как с канистрой. А я ее не увижу. Будет неприятно. Кто дверь закрыл? Я ее открыто оставлял. Неужели на самом верху? Те гитара-то? Не хочется лезть в гугл, чтобы просто смотреть, где что-то. Хочется все самому найти. Но, судя по всему, не всегда так получается. Эту кассету я слушал. Ничего. Ага, вот она и гитара. Ну, давай забираем. Я-то вряд ли играть умею. Брынькнул, брынькнул, брынькнул. Все, гитару забрали. Теперь, что я не могу просто провалиться? А-а-а. Культурный какой слазик надо. Ну ладно, раз надо, значит, слезем. Не велика беда. И теперь мишку. Мишка у нас сейчас по железке, и потом слева озерца. Запомнили. Дай-ка, тихарь поудобнее, блин, стал. Потому что давление не травится. По крайней мере, все время будет на взводе. А, оружие надо спрятать, да? Чтобы меньше выдыхаться. Счетчик потрескивает. Ну, оно и понятно. Места здесь какие-то гибловатые. Что это за звук? Типа, что что-то я должен увидеть, что-то найти. Радиация может. Да, радиация, судя по всему. Предупреждение. Так вроде счетчик отстукивает. Должно быть предупреждением. А бандюки? Бандюки. Слава богу, бандюки слепые. Значит, сейчас будем оформлять по одному. Вы меня увидели или нет? Блин, хрен я в шбан попаду-то. Головами качают. О, блин, а вот и подлагивание. Только говорил, что все хорошо. Чпоньк. Блин, краска слетела. А бандит жив остался. Тут же еще этот блин хрен. Тесно, здесь учти, ношу типа, когда меньше давления, каждый последующий шарик там меньше урона наносит, например. Минус-минус. А у меня аптечек, по-моему, нет. Да, у меня с аптечками пусто. Товарищ, руки поднял. Ну, иди сюда. Иди сюда, говорю. Чем его можно допросить, наверное, нет? Братуха, я пас. Сдаюсь. Тоже бурят. Татаро-монгол, блин, татаро-монгольское иго. Извини. Сдаваться это, конечно, хорошо. Но я не люблю оставлять в тылу у себя живых. Дробовик. Гляньте, это даже с длинным стволом. А вот я хочу его принести, как мне, блин, его взять так, чтобы из этого ничего не оставить. Он сказал, вооружейку типа тащи. Я готов тащить вооружейку. Вот только. А это что вообще за фермер? Я готов тащить вооружейку, блин, но только я эти стволы выкидывать не готов. Ладно, схожу за мишкой, доберусь в калаш. Разряжаем. Патроны лишними не будут. То, как они улетают, это пипец. Кстати, рюкзачок, рюкзачок, рюкзачок надо хотя бы парочку аптечек сделать. Потому что сдохнул нахрен. А фильтры? Во, фильтры еще дороже, короче. Несколько с фильтрами пока. Разберемся, аптечки нужнее. Это препараты. Значит так. Вот так вот по прямой вырулим на болотце. 17 патронов для тихаря. Ну, для калаша есть. Надеюсь, хватит. Да я понял. Наверное, мишку сейчас найду и буду заканчивать серию, потому что не хочу до часа вытягивать. Чпанька минус кролик. А этот кролик оказался не бессмертным. Так что они мне сказали, девочка это сказала, огненные демоны и свои демонята. Это, короче, кинебут тварь, шоу меня быстрого сохранения нет. Зато есть кролики. И кролики прикольно отлетают. Вот у нас идет кролика. Можно обдропать нельзя. Можно было бы там не знаешь, шкурку с него содрать. Дропчик. Тут у нас что? Трупик. Вроде пусто, вроде пусто. Давайте в это здание зайдем. О! Так это же этот товарищ, который, с которыми я общался. Рыбаки или как там они? Пусто, который меня сектантом и антихристом называли. Не, ну не сам жен повесился. Ууи! Поиграем виселку. Ууи! А какая снайпер веревку перебил? Вообще молодец, пацаны, вообще ребятам. Ага, так, что у нас тут? понятно описание этого всего нет нам можно только чуть увеличить карту ну ладно тихарь в принципе тоже бесшумно бьет как я понимаю тут закрыта голоса доносится значит люди нужны бабы сосать здесь у нас есть одна может махнемся или блин медвежонок не здесь что-то я не совсем понимаю баночки явно сигнализация надеюсь то было рахт чушки в клетке интересно не ну по поговору точно бандюки я включаю хотя носите свет он господин что-то 11 сейчас будет 0 минус господин где оружие оружие ногтя короче какие-то нехорошие бандюки ну вряд ли здесь мишка здесь что-то я не вижу никаких огненно-демонов ну вот бандиков точно вижу шестерка короче кита мечтательные бандита сейчас надо вот к этому товарищу двигаться не оборачивайся могу не попасть блин здесь через нить и через все патроны летают нужно стоять так смотреть тут ходит давай давай двигайся здесь идеальная позиция для выстрела блин но он уж может не пролететь пошел я надеюсь ты не сюда потому что если ты сюда она стоять а ну стоять а ну стой все морду крови забрызгали неприятно этот ходит тут надо лампочку потушить потушили стелс прям прям стелс и бочки тоже заберем интересно бандитов не напрягают что них лампочки начинают выключаться потихонечку что все темнее темнее становятся так туда сюда идет не сюда вот здесь он называется тоже идеальный идеальная позиция для выстрела стреляй не хочу вот точно так же стреляй не хочу но они в касках блин каску наверное я с одного выстрела не с шубу ну так чтоб и голову и каску хотя вот ленте надо полить отлично никто ничего не слышал еще один минус минус еще один минус все живые еще есть нет это пиздец это пиздец значит это есть надо уже все до ликвидировать и тогда будет нормально все какой-то нормально для дробовика два оружия почему-то во второе удобрять пиздец откуда базар господа темножки видно нихера так это кто собака и была собакой вроде все или нет или нет или да так все потушили это шоу нас такое разгрузочка какая-то пригодится пригодится дверка это ту которую я наверное мог открыть но судя по всему все я зачистил больше голоса ниоткуда не слышно всем патронам даже еще осталось халява халява привет черта отстреливать замок где прячет не он пиздят 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 судя по всему эти ребята не выйдет пока я всех не ликвидирую я готов как бы но это не тело вроде не тело по крайней мере они должны были за за услышать звук откуда ага вот вижу на экране он показывает чуток и опять подлагиванием блин только хотел похвалить что все хорошо замечательно без подлагивания без ничего на тебя подлагивания ну вроде вроде всех теперь от расстрелял ходите мы бы за спасение твоей души молиться будем сколько проживем спаси тебя бог молитвы это конечно хорошо но хотелось бы тебя отблагодарить по существенным отца салона есть в терминале одна комната мы туда запретные вещи рыбина очищения приносим вот возьми ключ ты так грешник а тебе там точно что-то пригодится но киевки строчек это всегда хорошо спасибо тебя ведь сил антианнафея придаст не придаст если ты не скажешь или ты предпочел бы здесь умереть на их ножах не скажу то ничего ты не скажешь цикле вы потому что замечательно ну в общем да бандитский притончик я хлопнул значится да все тишина и благодать и наверно на этом где тут сохранение есть да есть сохранение на этом я буду заканчивать пятую серию ребятки спасибо что смотрели почти час времени что ж подписывайтесь на канал подписывайтесь на мой первый канал тоже сейчас там по песу будет выходить много материалов к сожалению по большой версии потому что в мобайл делать нехер ну и сегодня возможно уже вышло поутру видео ешь если в мобайл нам что-нибудь хорошее завезут четверг на этом прощаюсь спасибо что смотрели с вами был морж до новых встреч пока пока